Слово, которое является основанием нашей жизни И мы согласились, что каждый Божий день, кроме субботы, мы будем делать вечерние богослужения Воскресный день 11 часов утра, среда 18.30, понедельник 18.30, вторник, четверг и пятница 18.30 вечерами мы размышляем о Слове Божьем Многие пасторы Церкви Жатва, они приходят сюда в студию и передают послание, которое Бог положил им на сердце Мы благодарим всех, кто участвует вместе с нами, кто поддерживает нашу общую работу Потому что Церковь, она не остановила свою жизнь Церковь продолжает свой путь Может быть не так масштабно, может быть не так, как-то знаете, триумфально Но все-таки она продолжает свой путь И этот путь связан с миссией, связан с тем, чтобы продолжать молиться за землю, на которой мы стоим Заступать ее, ходательствовать за нее, взывать к Богу о пробуждении И проповедовать Евангелие людям, соседям, друзьям, родным и близким И может быть сегодня у экранов есть кто-то, кто физически наш храм никогда не посещал Может быть сегодня вы решили ради, как бы любопытства, посидеть рядом с вашим мужем, вашей супругой, вашими детками и посмотреть, что же там за церковь И сегодня мы и вас приветствуем и каждому из вас говорим Добро пожаловать в нашу онлайн церковь Жатва, город Омск Да благословит вас Бог Откройте, пожалуйста, свое сердце Если у вас будут какие-либо вопросы, какие-либо замечания или что-то еще, напишите нам об этом Вы в течение эфира увидите наш телефон, наш адрес, ватсап, мессенджеры все Вы можете писать нам свои вопросы Благодарим за то, что вы пишете нам свои молитвенные нужды В конце нашего эфира, обещая, мы будем совершать молитву о вас и высвобождать на вас благословения Божья рука над нами не сократилась Итак, сегодня у нас непростая тема Тема о секретах последнего времени Не секрет, что сегодня мы осознаем, как никогда чувствуем на себе Каждый человек на этой земле, наверное, чувствует, что что-то происходит с этой землей И как-то часы начали работать по-другому Что-то вот духовное время изменилось И мы понимаем, Христос грядет Он уже не при дверях, уже словно дверь открывается Скоро жених придет за своей церковью И церковь должна бодрствовать И мы сегодня открываем, как бы, этой темой Множество тем, связанных с последним временем С пришествием Иисуса Христа С вознесением Церкви Со временами Антихриста С тотальным контролем и чапитизацией Со многими вещами, которые для нас оставляют множество вопросов И я понимаю, что и мы Имея какое-то убеждение Какие-то доктрины Мы сегодня приходим к Иисусу С полной жаждой в сердце Для того, чтобы Он говорил к нам Чтобы мы непривычным образом Нешаблонно Ни как-то так, знаете, просто по букве Раскладывали привычный нам формат Общепризнанных мыслей Мы верим в общепризнанное Мы верим в доктрины Священного Писания Но жажду в нашем сердце Стремление глубже, больше понять Как-то объяснить, передать Никто не отменял Поэтому наше сердце сегодня Направлено к Духу Святому Говори к нам, Господи Говори к Твоей Церкви И сегодня первым местом Священного Писания И вообще текстами Священного Писания Будут Евангелие Матфея, 24 глава Первый текст Священного Писания Написан в 36 стихе 24 главы Евангелия Матфея В 36 стихе Иисус Христос говорит такие слова «О дне же том и часе Никто не знает Ни ангелы небесные А только Отец Мой» Я полностью осознаю, что тема Пришествия Христа за Свою Церковью И тема последнего времени Эскартологии Она настолько Разная Меня иногда это удивляло Я уходил от этой темы Потому что я слышал разные убеждения И разное понимание Когда же Христос придет До скорби, в середине скорби После скорби Кого возьмет Кто войдет в число невесты Кто будет в числе гостей На этом брачном пире И вы знаете Настолько множество разных толкований Остается такой вопрос Интересно Неужели Дух Божий, Дух Святой Он каждому из этих толкователей Открыл по-разному Никак Такого быть не может Мы должны все говорить одно Остается вопрос Значит кто-то говорит Или по плоти Или желание своего сердца Или кто-то впал в заблуждение Но когда Дух говорит Он дает всем одно Может быть мы можем говорить Это с разных мест С разных сторон Немножко используя Другие примеры Но суть и истина Остается единой Неповрежденной В этом тексте Священного Писания Христос говорит Я не могу назвать вам дату День и час Своего пришествия Кто-то Манипулирует этим текстом Говорят Значит Христос не Бог Бог все знает Да все знает А почему Христос говорит Что есть вещи Которые Он не знает Есть истины Которые Он не ведает Вы знаете Это на самом деле Не сложный вопрос Мы верим в Отца Сына Святого Духа Мы верим в Святую Троицу Мы верим Что Иисус Христос Есть Господь и Бог Мы верим Что Он вездесущий Всемогущий Всезнающий Он имея Суверенную Волю Добровольно Отказался Знать Дату И время Своего пришествия Для того Чтобы мы с вами Церковь Иисуса Христа Христиане Всех поколений Столетий Веков Мы не могли Манипулировать Вот этой датой Зная Что она будет Когда-то там В 2000 Каком-то там Году И Весь исторический Период Церковь могла бы быть В таком Расслаблении На самом деле Христос Отказываясь От этой даты Потому что Если бы апостолы Его спросили Как Евангелие Матфея Начинается с 1 24 главы 1 стиха О том Что они приступили К Иисусу И спросили Назови нам дату Назови нам события Назови нам признаки Твоего пришествия Христос Начал объяснять Знамения Но он не назвал Дату в календаре Дату Которая Должна быть Сегодня понята Нами Или хоть как-то Приближе На наше понимание К этому календарному Происхождению Этих событий Но никто На этой земле Не знает Ни дня Ни часа Сколько было Разных Кривых подходов К пониманию Даты пришествия Христа Ну посмотрите в историю Сколько людей Встречали Христа Ну допустим В белых Каких-то специальных Одеждах Они переставали Учиться Переставали Жениться Переставали Возделывать Свои огороды И работать И они Им Их проповедники Специальные Какие-то Вдохновители Говорили Называя Такие-то Такие-то Даты Они бросали Все Они стояли На берегах Ожидая Что Христос Придет Это такой Был позор Вот для проповедников Истинного Евангелия Это было Как бы Такой Как бы Насмешкой Таким плевком В адрес Истинного слова Потому что Вот эти люди Специальные В белых халатах Обольщены Которые были Обмануты Они Своим Вот этим Вот фальшивым Поведением И неисполнившимися Событиями Тем самым Говорили Что они находятся В заблуждении А мир Он просто С насмешкой Смотрел В их адрес Ну у нас Допустим В нашем Богом спасаемом Городе Омске Однажды По городу Висели плакаты Их так было много Эти плакаты Называли Дату Пришествия Сына Божьего На эту землю Интересно Я смотрю На эти плакаты И думаю Это что Такой умный Это что Такой Прогрессивный Знает Христос Говорит Я не знаю Дату Я не знаю День Я не знаю А вот А есть кто-то Кто знает Интересные люди Ну конечно же Та дата прошла Рекламодатели Заработали на этом Деньги Не знаю Вообще Сколько это У кого Такие деньги Есть Чтобы всю Россию Заклеить этими Плакатами И про Омск Не забыть И всех Как-то вот Ну это на самом деле Такая насмешка Это неправильно Не должно быть так Христос хотел Чтобы церковь Во все исторические События Пребывала В состоянии Бодрствования В ожидании Своего Жениха Чтобы церковь Не знала А он придет Через тысячу лет Начнем гулять Пить И веселиться Не скоро придет Хозяин дома Вот есть такие притчи А мы не знаем Он придет Как тать ночью Для кого-то может быть И сегодня ночью Это говорит о том Это говорит о том Что человек Обязан бодрствовать И соблюдать Свой сосуд Святости И чести Ожидая Своего спасителя Ожидая Своего Искупителя Сегодня Но для Голобального Восхищения Церкви Есть определенные Знамения Знамения Которые Бог Положил В своей власти И В 24 главе Евангелия Матфея Он Охарактеризовал Определенные События На этой земле Которые будут Происходить Понятно что К этим пророчествам Нужно будет Обязательно Просмотреть Как бы Пророчества Из книги Откровения Иоанна Богослова Мы будем это делать Посмотреть послание Фессалоникийцам Первое послание Второе послание Книгу Даниила Книга Бытие Очень много Есть таких знамений Про образов Пришествия Христа В жизни Ноя И В жизни Авраама Слуги его И Многие События Показывают Из Ветхого Завета На эти Отблески На эти Пророческие Взгляды Того Как будет И когда Будет происходить Восхищение Церкви И мы Просим Духа Святого Открывать нам Мы не хотим Пребывать в каком-то Дополнительном Заблуждении Мы хотим Пребывать В истине И говорим Направляй Исправляй И учи Нас Господи Мы Ожидаем Тебя И как написано В книге Откровения 22 главы 17 стихом И Дух И Невеста Говорят Приди Это говорит о том Что во главе Знания И силы Стоит Дух Святой Но Его задача Вовлечь в эту Истину Церковь Невесту Иисуса Христа И поэтому И поэтому В самой последней Главе Книги Библии 22 главе Откровения Сказано И Дух И Невеста Они соединены В этой истине Они вместе И они говорят Одно Вот задача Святого Духа Сделать Одно И дать Одно послание Одно понимание Сосредоточить Церковь К ее Жизненной силе В Духе Святом Сегодня на этой земле Мы проповедовали Евангелие И говорили Вместе с Духом Святым Вторили Словно Ему Дух и Невеста Говорят Приди Приди И Христос Грядет Давайте посмотрим На несколько Событий Которые Нам Христос Открыл И Он показал нам В 24 главе Евангелия Матфея Первый стих Священного Писания 24 глава Евангелия Матфея Первый стих И вышел Иисус И шел от храма И приступили ученики Его Чтобы показать Ему Здание храма Иисус же сказал им Видите ли все это Истинно говорю вам Не останется здесь Камня на камне Все Будет Разрушено Но это Местописание Вот Он говорил Пророчески Здесь Христос Как пророк Открывает Совсем Близкое время Потому что Это уже был 70-й год Нашей эры Мы знаем Полководец Тит Римский Воин Который Пришел И осадил Святой город Иерусалим И исполнилось Это слово Евреи конечно Очень сильно Уважали Почитали Возвеличивали храм Он был настолько золотой Что когда на него Светило солнце Если вы были В чудном Израиле Вы могли видеть Это место Которое Где храмовая гора Где вот эти прекрасные Ворота Там Где Сегодня Поклоняются Израильтяне Евреи Равины У стены плача Почитают Господа И Конечно же В то время Это не было просто Остаток Этой стены Это был Величественный Могущественный Позолоченный Храм И когда Наступило время Семидесятого Года Нашей эры Полководец Тит Он полностью Разрушил Этот храм И Они сожгли Этот храм Камня на камне Не оставили Богословы говорят Иосиф Флавий Говорит о том Что золото Которое было Настолько Много В этом храме Через Эту раскаленный Огонь Оно просто Плавилось И стекало В щели Этих камней И поэтому Римские войны Полностью Разобрали Этот храм Полностью Камня на камне Не оставили И они Сделали Вот такое Зло Но это было Вот как раз Исполнение Пророческого слова И возвращаясь К 24 главе Евангелия Матфея Третий стих Псания говорит Когда же сидел Он на горе Леонской То приступили К нему ученики Наедине И спросили Скажи нам Когда это будет И какой признак Твоего пришествия Кончина века Вот спасибо Апостолам Которые Написано Наедине Приступили К Христу Чтобы знать Какие-то секреты Знать что-то более Глубокое Знать что-то более Истинное Здесь Нужно Иметь Личную Встречу С Богом Прийти к Нему Наедине Не в суете Не в беготне Не в толпе А лично О как хочется Подстегнуть Вот это Подчеркнуть Это Каждому сердцу И сказать Ищите Господа Всем своим сердцем И то что закрыто Для всех Вам это может быть Открыто Но конечно В рамках Священного Писания Дух Святой Будет говорить нам Слово Тайны Божьей Будет открывать нам Конечно же В рамках Общего контекста Священного Писания И Четвертый стих Говорит нам Иисус сказал им В ответ Берегитесь Чтобы кто Не прельстил Вас Ибо многие Придут под именем Моим И будут говорить Я Христос И многих Прельстят Это первое Такое Особое Слово Когда Господь Говорит Прежде чем Я открою вам Все остальное Я хочу Чтобы вы Находились В состоянии Бодрствования Чтобы вы Всем своим сердцем Могли сконцентрироваться И инвестировать Время В отношения Личные Со мной Чтобы Когда придет враг Дьявол Антихрист Лжепророк Когда придет тот Чей голос Другой Чье направление Другое Это будет Лже Христос Это будет Лжепомазанник Это будет Лжепастырь И люди Или как прообраз Того Как овцы Божьи Они знают голос Своего жениха Они внимательно Слышат Этот голос Потому что Они проводили С ним Время Они знают Его присутствие И могут Отличить Это присутствие От многих Других Фальшивых Вещей И когда Придут Эти Времена Когда Враг Словно Туман Набросит На многих Христиан Когда он Попытается Даже Избранных Соблазнить И увести Их От истины Когда будет Звучать Может быть Красивый Но ложный Голос Антихриста То здесь Его церковь Которая Знает Своего Господа И голос Своего Пасторя Она никогда Не свернет Ни влево Ни вправо Она никогда Не отойдет От простоты Во Христе От истинных Пророчеств От слова Божьего Он Никогда Не превратит Служение В какое-то Шоу Никогда Не будет Вот никакого Вот этой Фальши Вот этих Фокусов В которых Сегодня Огромное Количество Людей Пребывает Им нужны Просто эмоции Им нужны Просто какие-то Чувства Много разных Реально Поддельных Вещей Существует Которые Настолько Граничат С неистиной И для нас Это важно Понимать И знать Наступят Времена Когда Христос Говорит Берегитесь Чтобы кто Вас Не прельстил У нас Здесь Под Красноярском То буквально Даже есть Христос И вот столько Появилось Христов И все Говорят Я истинный Сын Божий Я Христос И так дальше Но это все Антихристы Это все ложь И почему люди верят Потому что истину Не знают Вот поэтому Церковь должна Провозглашать истину Чтобы люди Принимали Слово Божье Пятый стих Многие придут Под имени Моим Будут говорить Я Христос И многих прельстят Так же услышите О войнах И о военных Слухах Смотрите Не ужасайтесь Ибо надлежит Всему Тому Быть Но это Еще Не конец Это момент Очень важный Почему Потому что Сегодня Как никогда Смотря на статистику Я думаю У вас на экране Должно появиться Кто нас смотрит В Ютуб Вы должны И на многих других Фейсбук И так дальше На Одноклассниках И ВК Вы увидите Некоторую Статистику Войн И Я сделал Некоторые Выписки Здесь И Зачитаю Вся история Человечества Это в основном История войн И вооруженных Конфликтов Ученые Посчитали Что за минувшие 50 веков Народы Пережили Более 14 с половиной Тысяч Больших И малых Войн 20 век Породил Мировые Войны В которых Участвовали Десятки Стран И десятки Миллионов Людей В первой Мировой Это 1914 1918 Участвовало 38 государств Было Мобилизировано 74 миллиона Человек Во второй Мировой 1939 1945 Участвовало 61 государство С населением Почти Миллиард 700 миллионов Человек Это были люди Гражданские И люди Мобилизированные Были вовлечены В процесс Этой войны На тот момент Я не знаю Сколько 70 процентов Вообще Всего земного Шара Было поставлено Под ружье Миллион 100 человек После второй Мировой войны В течение 40 лет Было еще Развязано 260 Различных Больших Малых Войн Ну это Получается По 6 По 7 Войн В год И за последние 10 лет Все Это Умножилось И теперь Это еще Прибавит Где-то В 150 Раз 150 Войн Простите Я думаю Это Слово О том Что мы Услышим О войнах И Чтобы мы Не ужасались Это Очень серьезное Понимание Того Какое Знамение Христос нам Предлагает Чтобы Внимательно Посмотреть И Здесь Услышите Об этих Войнах Скажите Ну Воевали Всегда Да Воевали Всегда Всегда Воевали За исключением Каких-то Столетий Была Тишина На земле А так В основном Люди Всегда Боролись За Право Своей Гордости И Превосходства Оружили Своей Нации Вот Война Никогда Не была Волей Божьей Это Все Порождение Греховной Природы Человека Вот Но Сейчас СМИ Интернет И Многие Другое Конечно Позволяют Более Широкомасштабно Слышать О происходящих Событиях И Иногда Ты Смотришь Какие-то Новости Внимательно По всем Этим Войнам Сегодня Есть Это Тишина Во Имя Господа Пусть Мир Божий Придет И Пусть Шалом Божий Придет И Народы Просто Перестанут Состязаться И Они Перестанут Воевать Друг С Другом Но Факт Остается Факт Война Уносит Множество Людей Из Жизни Люди Не в свое Время Уходят В вечность Это Великое Горе Великая Трагедия Не знаю Нашей Богом Спасаемой Россией Какая Семья Была Не затронула Второй Мировой Войной Наверное Каждая Семья Была Затронута И Огромное Количество Человек Ушло В вечность Но Сейчас Это Все Идет По Нарастающей И Христос Говорит Вы Услышите Военных Слух Все Это Еще Больше Транслируется По Этой Земле И Вопрос Откровения Понимания Войн Царство На царство И Будут Голод Мор Землетрясение По местам Все Это Начало Болезней Тогда Вас будут Предавать И так Дальше Мы это Прочитаем Давайте Мы посмотрим Определенную Статистику По Количеству Стихийных Бедствий На земле Ну просто Посмотрим На экране Вам должны Будут Показать Небольшой График Как Резко Стихийные Бедствия Просто Стартанули Выросли В последнее Время Статистика Фиксирует Значительный Рост Числа Природных Катастроф Связанных С погодой С погодой Число Связанных Этих Катастроф Связано С климатом И Это число Растет С каждым Годом После 80-х Годов Мы же Не будем Брать Всю Историю С вами Мы Посмотрим С вами После 80-х Годов Прошлого Столетия Оно Увеличилось В три Раза При этом Резкий Рост Не может быть Объяснен Улучшением Работы Журналистов Или ростом Численности Населения Подчеркивает В результатах Исследования Благотворительная Организация Oxfam Исследование Показало Странную Закономерность В то время Как число Геофизических Катастроф Таких Как Землетрясения И Извержения Вулканов С 1980-го Года Почти Не изменилось То число Катастроф Вызванных Наводнениями Ураганами Значительно Возросло Исследование Oxfam Затронуло Более чем 140 стран За почти Треть века Зафиксирован Заметный Рост Климатических Катастроф Со 133 В 1980-м Году До 350-ти В последующие Годы По мнению Стива Дженнинга Автором Исследования Эта Тенденция Может Являться Результатом Изменения Глобального Климата Ну Здесь Наверное Кто живет Нашей чудной Сибири Которую Последнее Время Так все Хвалят И говорят Что у нас Тут все Хорошо Прекрасно И мы На такой Равнине Живем У нас Самая Стабильная Сейсмическая Зона И это Правда На самом деле Сколько я Живу на этой Земле Так как Говорится От Сейсмических Каких-то волнений Нас не шатало Не трясло Может быть Я проспал Не знаю Вот Но Трясло К сожалению От каких-то Других вещей Поэтому Но вы знаете Даже находясь Здесь в Сибири Где по большому счету Мы привыкли К каким-то там Минус 30 Минус 35 Да вот Возьмите Нашу чудную Прошедшую Зиму Она же настолько Была чудесной Что мы просто Понимали Где мы живем В Сибири Или в Краснодаре Поэтому кто уехал Куда-то там На теплые места Может вам Пора вернуться У нас тут Ташкент Скоро начнется Прекрасная погода Мы восхищаемся И думаем Где была зима-то Раньше Если вы вспомните Ну бабушку Дедушку спросите Ну реально Было холодно Ну очень было холодно Или это молитвы Церкви Чтобы Господь Как-то сэкономил Наши финансы За отопление церквей Или что Ну климат Меняется Намного теплее Все становится А вспомните Прошлое лето У нас здесь В Омске Ну дым был Представьте себе Где-то в Красноярске Где-то горела тайга Такого не было никогда Посмотрите Что-то происходит Трясет нас по-другому Может быть нет Сейсмических Каких-то движений Но горит все Что-то там бурлит все Река Лена там выходит Там братья-сестры В Якутии Ангарск И многие те места Затапливает очень сильно Что-то происходит С другой стороны Но природа Дает нам Понять Что Пришествие Христа Приближается Я не буду говорить Сегодня за другие Какие-то Страны Оксфам Они провели В 140 странах Исследования Посмотрели Эту статистику Кому будет интересно Вы можете Найти эти материалы Более подробно Но Сегодня Наверное только слепой Не захочет Или не увидит То что Климат меняется Климат меняется И не тема нашего разговора Сегодня говорит Только о климате И каких-то Пророческих Научных взглядов То что ждет Эту землю Когда растают ледники Какая страна Уйдет под воду Какая над водой Там где мы найдем Атлантиду Или сами станем ею В общем это не наша тема Сегодня мы просто говорим Это еще одно знамение На которое мы должны Обратить свое внимание И это очень важный момент Ладно За климат мы не отвечаем Мы понимаем Что проснулся Светит солнце Не проснулся Проснулся Оно не светит Ладно Мы это не контролируем Все Но здесь сказано Голод Голод Это конечно то Что связано Конечно с вопросом Человеческого вмешательства Сельское хозяйство Работоспособность Возделывание земли Урожай И многое другое Понятно Да Конечно Над всем Господь Бог может послать Дождь свой И на то Что мы посеяли А может прийти Засуха Но вопрос Голода Особенно в наше Прогрессивное время Научных достижений И всего Что мы Как-то Смогли построить Себе много Житниц И у нас тут Много земли И все То конечно Все равно Мы задаемся вопросом Как вообще Голод может Сегодня стать Чем-то важным И чем-то Вызывающим На этой земле Да Есть такие страны В Африке Которые физически Народ просто Голод забирает Людей Люди Пухнут От голода Умирают Словно Как будто бы Это перед Второй мировой Войной Где-то В близлежащих Там странах Какой реально Был голод Как люди Страдали От этого Ведь люди же Не стали меньше Кушать Нет Совершенно нет Но от каких-то Химических Или каких-то Других Проблем Нормальной Хорошей Доброй пищи Стало же Намного меньше Все Конечно же Хотят покушать Что-то органическое Что-то вкусное Что-то приятное Что-то замечательное Но на сегодняшний момент Мы понимаем Что не каждый способен Иногда ты Купить себе это Или вырастить себе И в связи С этими Карантинами Как никогда Ты понимаешь Все Скоро могут тебе Подключить Все возможности Принятия пищи Приобретения Какой-либо пищи В магазине И надо думать И где-то там Перед своим домом Возделать какой-то Огород Поставить там Принести немножко Земли Навоза Насадить лучка Помидорки Огурчики И охранять его Там Молитвенно бодрствовать Потому что Сейчас Как никогда Станет знаменитым Закатанные Вот эти банки Нашими бабушками Дедушками Которые знали толк В этих закатках Это мы думаем Да что это там Такое А вот сейчас Я уже зашел В это место Где у меня Эти банки стоят И уже Посчитал И думаю Вот когда Кто-то думается Что можно было Зайти И посчитать А вот сейчас Ты уже думаешь Да Вполне возможно Все это может тебе Пригодиться Поэтому пожми руку Своей маме Или бабушке Кто там любит Все это закатывать Перекатывать Инвестировать На будущее И поделись С теми У кого Этого нет Итак Будьте здоровы Кушайте хорошую пищу Но знайте Что голод Является Таким же Серьезным Знамением Для Того Чтобы подчеркнуть Что время близко И Христос Грядет Время близко И Христос Грядет Давайте посмотрим Другие места Священного Писания Библия говорит нам И будут предавать вас На мучения И убивать вас И вы будете ненавидимы Всеми народами За имя Мое И тогда Соблазнятся многие И друг друга Будут предавать И возненавидят Друг друга И многие Лжепророки Восстанут И прельстят Многих И по причине Умножения Беззакония Во многих Охладеет Любовь Конечно Христианство Растет Расширяется Умножается Есть такие страны Где христиане Сегодня Терпят Гонения И платят Собственной жизнью За свои Христианские Истины И убеждения В нашей Богом спасаемой России Мы имеем Свободу Проповеди Евангелия Да Есть притеснения Да Меняются законы Да Повышается контроль Да В чем-то там Нам мешают Но если мы сравним Себя со временами Наших предшественников Наших отцов По вере Которые передали нам Эстафету благовествования С 70-х С 70-х Или послевоенных Годов То их лишали Жизни Их сажали В тюрьмы За наличие Священного Писания Дома Мы сегодня Живем в другое Время В каждом доме Может быть Сколько угодно Библии Главное Читай Найди время Искать Лицо Господа Но наступят Времена Когда христиан Словно Будут обвинять Во многих Смертных грехах Вспоминайте Как христиан Объявили Теми Кто сжег Рим Когда Нас Обвиняют В том За что мы Не отвечали И называют нас Теми словами Кем мы не являемся На самом деле Евангельское движение В России Претерпело Очень много Разных гонений Но по большому счету Это гонения Не были связаны С лишением жизни Сегодняшнего времени Но Мы должны быть готовы Заплатить За свою веру В самой дорогой ценой Которая У нас Есть И Возвращаясь К одной мысли Которую Христос Подчеркивает И говорит Что по причине Умножения беззакония Во многих Охладеет любовь Что это К сожалению Тоже фактор знамения Пришествия Иисуса Христа Что беззаконие Будет Подниматься Я сделал некоторые выписки Для себя Допустим Грехов-то очень много И Проблем очень много Если вы вспомните Местописание Второе Тимофею Третья глава С первого стиха Где Писание говорит Где Писание говорит Знай же Что в последние дни Наступят времена тяжкие Ибо люди Будут Самолюбивы Сребролюбивы Горды Надмены Злоречивы Родителям Непокорны Неблагодарны Нечестивы Недружелюбны Непримирительны Клеветники Невоздержаны Жестокие Нелюбящие добра Предатели Наглы Напыщены Более сластолюбивы Нежели Боголюбивы Имеющие Вид благочестия Силы же Его отрекшися Таких удаляйся Да Это такой Огромный Шквал Грехов Которые В последнее время Павел предупреждал Молодого пастора Тимофея Что зная Что в последнее время Словно беззаконие Как прорастет Из этой Грешной земли Словно Мерзость Начнет увеличиваться Да Мы за это Как бы не можем отвечать Это факт Но вопрос в том Как на это Смотрит церковь Общество Обличает ли церковь Борется ли против этого Больше ли проповедует Вот есть такой грех Содома и Гоморы Да И мы понимаем с вами Что сегодня Вот эта толерантность Настолько Захватила Множество Государств Я сделал себе Выписки В каких странах И именно Последнее время На законодательном уровне Было принято Право На однополые браки Ну давайте Я просто Зачитаю Не знаю смогу ли я Все зачитать Но некоторые Я все-таки Зачитаю Ну допустим Однополые браки Были приняты В Нидерландах Или легализованы В 2001 году Бельгия 2003 Испания 2005 Канада 2005 ЮАР 2006 Норвегия 2009 Швеция 2009 Португалия 2010 Исландия 2010 Аргентина 2010 Мексика Ну здесь По Мексике Как бы еще Отдельные штаты Там есть Допустим Мехико 2010 Куала Кентара Ро 2010 Чихуахуа 2015 Найарит 2015 Герро 2015 Халиско Январь 2016 Кемпечи В общем Вам нравятся Эти замечательные Названия Но не нравится Сам факт Того Что По какой причине Они находятся В нашем контексте Что все Они легализовали Именно в последнее Время Вот этот Содомский Грех Дания 2012 Бразилия 2013 Франция 2013 Сан-Петербург Пьер Микелло 2013 Гуаделупа 2013 Мартиника 2013 Гуэна Гвиана 2013 Уругвай 2013 Новая Зеландия 2013 Британия Ангелию Уэльс Шотландия Марк 14 Ирландия Остров Питкерон Тихом океане Количество населения Обратите внимание 51 человек Они в мае 2015 Году Через референдум Принимают решение Что право На полые браки На этом острове Где 51 человек Живет Ой Объединение Объединенная Реформаторская церковь Великобритании Проголосовала За то Что разрешить Однополым парам Заключать браки В своих помещениях С июля 2016 Люксембург Январь 2015 Япония Район Токио Март 2015 Сеты Гая Ноябрь 2015 Год Иго Префектура Мия Апрель 2016 В Саше Во всех штатах В июне 2015 Года Гренландия Октябрь 2015 Колумбия Апрель 2016 Года Словения Финляндия Мальта Германия Австралия Это все 17-й год Андорра Венесуэла Британская В общем Чехия Швеция Венгрия Австрия Лихтенштейн Хорватия Аквадор Чили Кипр Греция Эстония Италия В общем Можно продолжать Слава Богу Нашей стороны Здесь нет И Белоруссии И всех других Тоже нет Пусть Бог Сохранит Но вопрос То в чем Не когда-то А начиная с 2001 года В Нидерландах И как словно Этот ящик Пандоры Открылся И Европа Пошла И потом уже Континенты Пошли И все И этот грех На законодательном Уровне А церковь Как можно Назвать Церковь Она Подписывает Эти соглашения И дает Право Людям Как бы там Венчаться Или как бы там Соглашения Какие-то Подписывать В Некоторых Странах Там По трое Их уже Женят Ну в общем Это о чем Говорит В общем О чем Это говорит Это говорит О уровне Повышения Беззакония Я мало себе Могу представить Что в нашей Богом спасаемой Стране Где-нибудь Не буду В общем Развивать эту тему А могу сказать Посмотрите Что было С Содомом и Магомор Да Бог уже давал Свой вердикт На эту тему Какими бы Знаменитыми люди Там где бы Не были Не сегодня В каких-то Больших Мегакорпорациях Или в каких-то Там парламентах Они сидели Финалом Их Покорение Этому греху И беззаконию Будет Обязательно Гиена Угненная Вот Иисус Когда говорил В 24 главе Евангелия Матфея О том Что Вот в 15 стихе Вот Понятно Что сегодня Мы все Не сможем Места описания Просмотреть Но один Я еще хочу сказать О завершении Нашего эфира Я хочу сказать О том Что Христос Пророчески Указал На времена И в 15 стихе Сказано 24 главе Евангелия Матфея И так Когда увидите Мерзость Запустения Сказанную Через пророка Даниила Стоящую На святом месте Читающий Да разумеет Тогда находящиеся В Иудее Добегут в горы И кто на кровле Тот да не сходит Взять что-нибудь Из дома своего И кто на поле Тот да не обращается Назад Взять одежды свои Горе же Беременным И питающим Сосами В те дни Молите Чтобы не случилось Бегство Ваше зимой Или в субботу Ибо тогда будет Великая скорбь Какой не было От начала мира До ныне И не будет Понятно что Это место Священного Писания Словно Христос Пророчески Дублирует Повторяя Даниила 12 главу 11 текст Даниил В то время Пророчески Говорил Что на Святом месте Будет мерзость Запустения Даниил Как бы пророчески Говорил Вот за 150 лет До нашей эры До пришествия Иисуса Христа Как младенца На эту землю Был Один сирийский Царь Антиох Эпифан Он Был Тем Кто Решил Искоренить Иудейскую Культуру Иудейское Богопочитание Что он сделал Он захватив Иерусалим В храме Поставил Изображение Греческого Бога Зевса А на жертвенники Приносил В жертву Свиную Кров Свиней В верхних Комнатах Храма Сделал Публичные Дома В общем Усилил Такой Уровень Мерзости На святом Месте Где Израиль Поклонялся Живому Богу И приносил Ему Жертву То есть Царь Антиох Эпифан Хотел сделать Все Чтобы просто Уничтожить Еврейскую Культуру Уничтожить Еврейское Богоискание Но мы знаем Что Эпифан Сам был Уничтожен Израиль Стоял Процветал И Сохранил Свою Идентификацию Но Смотрите Если Это пророчество Считать За слова Даниила Даниил Спорочествовал И это Совершилось Мерзо Запустение То смотрите Ведь Христос Дублирует Эти слова Он Их Провозглашает Словно Хочет Подчеркнуть Что подобное Еще повторится В израильском Народе Что подобное Событие Как мерзо Запустение Которое Может быть Как-то Синхронно Похоже На времена Антиоха Эпифана Произойдет Еще в Израиле Мы знаем Что Израиль До сегодняшнего дня Ждет Мессию Они ожидают Что Мессия Придет Мы уже Мессия Уже пришел Мы его приняли Мы уже Им искуплены Крещены Духом Святым Знамение Того Что мы спасены И мы служим Сегодня Господу И уже второе Пришествие Грядет А Израиль В большинстве Своем Еще ожидает Что придет Мессия Христос Спаситель Но Вы знаете Писание Говорит нам О том Что Христа Они не приняли Но придет Тот Которого Они примут И В будущих Передачах Мы с вами поговорим О том Как это будет Происходить И что Храм будет Восстановлен И что Антихрист Воссядет В храме Задаемся вопросом Иногда Кто же будет С какого народа Антихрист Мы не будем Поддаваться Ким-то манипуляциям Говорить А Я что-то не слышал И что Про нашего президента Вот он Антихрист Про того Про другого Послушайте Израиль Евреи Никогда не дадут Какому-то Язычнику С какого-то Другого Народа Сесть В самом Святом Храме Это нам Дает Право Подумать Что Антихрист Придет Оттуда Но я не утверждаю Поживем Увидим Но мы должны Знать Мы должны Внимательно Смотреть В какие Времена Мерзости Запусти Не начинаются И если Это Гонение Которое В большинстве Случаев Это пророчество Связано с Израильским Народом Оно Будет Настолько Мощным Что такого Еще не было Гонения То Конечно же Израиль Должен Это понимать Церковь Должна Это понимать Мы должны Быть К этому Готовы И Понятно Что Эти времена Только-только-только Скоро Будут Вот А поподробнее Об этом Мы поговорим Но А если Посмотреть На это Состояние Вот этого 15 стих На мерзость Запустения Не с позиции Вот этого Величественного Храма Где Воссядет Однажды Антихрист Израиль Поймет Что Не того Они ждали Потому что Есть Единый Мессия Если Вы вспомните Допустим Равка Дури Это был Очень Почитаемый Очень Уважаемый Очень Благословенный Законоучитель Израиля Который Прожил 108 лет Его Почитал Весь Израиль И Когда он Перед самой смертью Имел встречу С Мессией Он написал письмо Написал письмо И своим потомкам Которые Сотнями Тысячами Там Хоронили Его Когда он Написал Своё послание Сказал Ровно через год В день Моей кончины Прочтите В этом письме Я указал Имя Мессии И И когда это Произошло И было Такое Широкомасштабное Ожидание И когда Вскрыли Это И там Было Написано Что Мессия Есть Иисус Христос Конечно Сегодня Это Оспаривают Сегодня Говорят Что Кто-то Подложил Кто-то Изменил Кто-то Подоплёка Какая-то Знаете Всё что угодно Можно говорить Но Христос Уже Пришёл И Израиль Тоже Поворачивает Своё сердце К Господу Есть много Помазанных Благословенных Людей Находящихся На этой земле Которые Чтут Господа Рождены Свыше Наполнены Духом Святым В завершении Эфира Я хочу Обратиться Ко всем Кто смотрит Нас В экранах Телевизора В своих Смартфонах Знаешь Бог Он называет Нас Храмом Святого Духа Другими словами Он Творец Наш Сердце Словно Как трон И понятно Что Мерзость Запустения В храме А храм Был настолько Величественный Красив Иногда Жизнь Наша Внешне Кажется Словно Как этот Храм Даже Золотом Покрыто Даже Какими-то Смехом И радостью Покрыто Может быть Какими-то Рублями В кармане Покрыто И мы Как-то Знаете А Бог То Не на Внешнее Смотрит Бог Смотрит На Сердце Слово Запустение Это Говорит О том Что Кто-то Имея Право Навести Порядок В храме Или на Огороде Или в Доме Или В своей Комнате В спальне Это Твое Право Чтобы Там Был Порядок Чтобы Там Все Было На Своих Местах Так И Бог Сотворил Человека И Сказал Я Должен Восседать В сердце Твоем Все Должно Быть На Своих Местах Ни Дьявол Ни Антихрист Ни Лжепророк Ни Сам Сатана Ни Его Бесы И Демоны Не И 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 Мы Творение Божье Посмотри В свое Сердце Сегодня Бог Дает Нам Милость Навести Если Там Есть Какая Там Мерзость Запустение Если Там Есть Отступничество Если Там Есть Грехи Если Там Есть Уныние Депрессия Если Там Есть Порнография Если Там Есть Жадность Эгоизм Если Там Есть Бийство Или Пьянство Если Там Есть Любого Уровня Зависимости Ни Больница Ни Тюрьма Ни 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 Наручники Ни Какие То Пилюли Не помогут избавиться от этой греховной природы только принятие иисуса христа наведет божественный порядок сердце человек и даст ему право на вечную жизнь с господом я сегодня хочу сказать тебе я буду молиться сейчас молитва покаяния я буду молиться и мое сердце ожидает что когда христос придет ни один из нас он не будет стоять в стороне и будет просто видеть как поднимается церковь и будет словно ожидать а почему не я там почему не я там ты должен быть там вместе с нами и христос для этого сделал все он заплатил своей жизнью чтобы мы с тобой имели спасение они говорят всякий кто призовет имя господня спасется повторяй со мной вместе молитва покаяния но дело это может быть про себя но делай всем своим сердцем может быть устами своими не стесняясь тех кто рядом с тобой у экрана может быть их машине может быть и на кухне может быть рядом с тобой вся твоя семья знаешь самое то главное не люди с тобой бог духом святым он с тобой прямо сейчас он может дать тебе силу подняться вновь может быть ты отступил может быть дал место врагу дьяволу грехам похоти бог сегодня приходит в это утро воскресная чтобы мер за запустение вышвырнуть вон прочь из твоей жизни и вновь как царь достойный единый и истинный вас сесть на твоем сердце молись вместе со мной отец небесный я принимаю иисуса христа в свою жизнь и свое сердце я отрекаюсь от грехов и беззаконий от мерзости тайной жизни я отрекаюсь от всякого распутства я отрекаюсь от всякой тьмы и отрекаюсь от дьявола и открываю свое сердце для единого спасителя имя которому иисус христос сын живого бога измени меня прости меня и очисти меня пусть твоя свобода придет мое сердце и мер за запустение уйдет прочь я буду храмом святого духа благодарю тебя великий бог и великий царь отец сын и дух святой аминь уверен кто молился вместе с нами этой молитвой напишите нам скажите что вы нуждаетесь в духовном пище ученичестве что у вас есть вопросы желание познавать христа мы выйдем с вами на связь скоро блокада закончится и мы увидим друг друга глаза в глаза и прославим иисуса живого я хочу помолиться за всех тех моих братьев и сестер которые переживают немощь в своем теле и обещал начале передачи что мы будем ходат листвовать за ваше здоровье и высвобождать благословение на вашу жизнь если это этично и удобно просто положить руку на свое то место где у тебя есть какая-либо боль и и божьей силы достаточно чтобы сойти на тебя и коснуться тебя и исцелить тебя а ты напишешь и засвидетельствуешь и скажешь я пережил чудо чудо исцеление от господа отец небесный на основании твоего слова я его высвобождаю в экран телевизоров в экрана господь через который люди слушают это послание высвобождаю слово исцеление дар духа святого дар исцеления пусть действует прямо сейчас пусть отступит немощь болезнь все что связывает и ограничивает какого бы рода и название и имени не было это немощь или болезнь на основании твоего слова да будут здоровы и полностью восстановлены спасибо тебе великий бог и великий царь и пусть земля наполнится свидетельствами о твоей могущественной силе силе святого духа исцеляющего восстанавливающего и спасающего великому богу добудет вся слава и честь во имя отца сына святого духа все вместе скажем аминь аминь